Девочки, всем огромный привет! И сегодня я вас приглашаю вместе со мной покрасить волосы Сони. Во вторник у нас ориентировочно, но пока вроде бы ничего не должно измениться, у нас запланирована выдача аттестатов, поэтому волосы нужно привести, честно говоря, в порядок. Да, сейчас они достаточно безобразно выглядят, если рассматривать с объективной точки зрения. Итак, чем мы будем окрашивать волосы? Краска Сьюс, линейка Gloss Sensation, бережное осветление без аммиака, легкие сияющие оттенки. У нас оттенок 10-1 кокосовая пралине. Кстати, эту краску для волос я покупала в магазине Подружка, она мне обошлась по 150 рублей каждая девочки, но я покупала в марте. Итак, мягкая крем-краска для волос с эффектом ламинирования, с усилителем цвета и блеска, эффект против желтизны, сияющий блонд без аммиака. Ну что ж, будем свято верить, я очень надеюсь, что ничего плохого эта краска волосам не сделает. Но на самом деле я слышала о ней достаточно хорошие отзывы. Давайте с вами посмотрим поближе, что нам пишет производитель на обороте упаковки. Давайте, наверное, дабы не затягивать время, эту информацию я читать не буду. Меня больше интересует вот эта шкала. Натуральный оттенок волос моего ребенка, скажем так, пепельный. Да, она у меня, к сожалению, потемнела, но мы волосы окрашивали, мы волосы осветляли, и ее цвет волос сейчас приблизительно вот такой. Нет, конечно же, девочки, я обязательно вам покажу чуть позже то безобразие, которое мы имеем на данный момент. Так вот, вот такой цвет волос приблизительно сейчас у нее, и мы очень надеемся, что оттенок у нас получится такой. Будем выравнивать волосы, правда, надеюсь, что все получится. Ну что ж, давайте смотреть, что же ждет нас внутри этой упаковочки. Так, вытряхиваем. Ну, естественно, это аннотация краски. Далее я вижу тюбик с самой окрашивающей, с окрашивающим кремом, простите, и его объем 33 мл. Что-то мне кажется, на самом деле, что достаточно маленький объем. Волосы у моего ребенка приблизительно по лопатке. Мы берем две упаковочки, но что-то я сомневаюсь, что нам их хватит, честно говоря. Ну что ж, будем растягивать. Далее, флакон-аппликатор с проявляющим молочком. Его объем 67 мл. Есть удобный носик, но вы знаете, на самом деле мы окрашиваем волосы из тары, нам так гораздо удобнее. Позже, конечно же, я вам тару покажу. Кондиционер, который нужно наносить на волосы после окрашивания. Его объем очень, кстати, хороший, посмотрите, 15 мл. Ну и, собственно говоря, перчатки. Ну что ж, состав этой коробочки мы с вами посмотрели. А теперь давайте я вам покажу, что на данный момент мы имеем, скажем так, с оттенком волос Сони. Вот так вот выглядят на данный момент волосы моего ребенка. Посмотрите, вот такой вот у нее натуральный оттенок, и корни, честно говоря, безобразно отросли. А сам оттенок по всей длине вот такой. Кстати, девочки, он холодный. Мне нравится, когда у Сони холодный оттенок волос, но ей не очень. Кстати, чем она добивается этот оттенок? Девочки, купила я в свое время вот такой вот шампунь. Это L'Oréal Elyse, фиолетовый шампунь против желтизны. Нейтрализует желтые и рыжие оттенки для волос. Оттенка блонд, милированных блюнеток. Девчонки, классный шампунь. Мне он очень нравится. Но вот Соня что-то капризничает. Не знаю, удастся ли мне ее говорить на повторную покупку. Ну, то есть вот, собственно говоря, исходный цвет. Безусловно, изначально я буду наносить краску ей на отросшие корни. Некоторое время мы эту краску поддержим. И, собственно говоря, потом я буду наносить оставшуюся краску уже на основную длину волос. Девочки, буду держать вас в курсе, показывая каждый этап. Ну что ж, пойдемте разводить краску. Ну что ж, выдавила я краску в тару. Кстати, тара у нас из магазина FixPrice точно так же, как и кисточка. Девчонки, посмотрите, какого подозрительного рыженького цвета сам красящий крем. На самом деле немножко страшно, но мы, барышни, рисковые, будем сейчас сюда добавлять проявляющую эмульсию. Размешаю и обязательно вам покажу, что же получится. Точнее, какого цвета у нас получится сама красящая эта субстанция. Да, но я очень надеюсь, что ребеночек у меня рыженьким не получится. Вот такого оттенка у меня получился сам красящий раствор. И, честно говоря, я уже начинаю переживать, что данного количества краски мне на длину волос Сони все-таки не хватит. Да, ну что ж, буду как-то, значит, растягивать. Сама краска не имеет никакого ярко выраженного неприятного запаха. Нет, все-таки, конечно же, есть химозная какая-то одушка неприятная, специфическая. И также есть какая-то здесь очень приятная парфюмерная нотка. Как обычно, я испачкалась в проявляющей эмульсии. Посмотрите, кожа у меня здесь забелела. Это после того, как я уже помыла ручки с мылом. Так что, девчонки, будьте, пожалуйста, аккуратны. Ну, а я, в свою очередь, сейчас иду наносить некое количество краски на корни волос Сони. И обязательно этот этап я вам также покажу. Нанесла я краску на корни волос. Сони с ней ходит уже в течение 10 минут. И я вам могу сказать, что результат нас пока совершенно не радует. Корни не осветляются от слова совсем. Посмотрите, девочки. Да, вот такая вот история. Боюсь, что не получится то, что мы хотим. Еще один момент. Первые минут 5-7 очень щиплет кожу головы. Щиплет, чешется просто катастрофически. Так что, девчонки, чувствую, что девочкам с чувствительной кожей головы эта краска точно не подойдет. Ну что ж, пошла я дальше. Окрашивать Сонины волосы, наносить уже оставшуюся краску на длину волос. Потом обязательно вам покажу, что у нас вышло. Нанесла я оставшуюся краску на всю длину волос. Честно, еле-еле растянула эти две упаковки. Поэтому, девочки, если у вас волосы по лопатке, либо же чуть ниже, однозначно нужно брать три упаковки. Еще один такой момент. Во время окрашивания уже оставшейся длины я заметила, что корни начали осветляться. Не знаю, возможно, эта краска, скажем так, более долгоиграющая. Бог его знает. Вы знаете, я на всякий случай посмотрела сроки годности краски. Она до августа 2022 года. Не знаю, скорее всего, она долгоиграющая, друзья мои. Ну а если она такая долгоиграющая, плюс ко всему она достаточно дорогая. Стоит ли переплачивать за нее? Здесь у меня вопрос остается, конечно, открытым. Ну что ж, сейчас, Сонечка, походит положенное время. Мы смоем краску. И, соответственно, в конце я обязательно вам покажу, что же у нас получилось результат нашего окрашивания. Девочки, небольшое включение, но это ради справедливости. Итак, вы знаете, наверное, я не один такой человек на белом свете, который изначально может использовать продукт, а потом читать его аннотацию. Но, казалось бы, чем меня может удивить инструкция по применению краски для волос? Но в данном случае я действительно удивлена. Смотрите, что нам здесь пишет производитель. Для оттенков 10-51, 10-1 и 9-6 рекомендуемое время воздействия составляет 15-20 минут для отросших корней и еще 5-15 минут по всей длине волос. То есть теперь ситуация мне становится яснее. В предыдущем эпизоде я вам показывала, что во время окрашивания всей длины волос мне показалось, что корни стали светлеть. Судя по всему, так оно на самом деле и есть. В общем, мы сейчас с дочкой посоветовались и решили, что мы поддержим по всей длине волос краску, наверное, не 15 минут, а минут 20-25. Я очень надеюсь, что за это время, за эти 5-10 минут краской ничего плохого волосам моего ребенка не сделает. Да. В общем, это та самая ситуация, когда действительно нужно все-таки читать аннотацию, даже краски для волос. Да, действительно, в этом случае я очень-очень удивлена. Ну что ж, мы выдержим положенное время. Да, немножко прибавим минутки, смоем, и так же я вам обещала и ранее. Конечно же, я покажу вам, что у нас получилось в итоге. Ну что ж, закончили мы окрашивание. На самом деле, результатом мы крайне недовольны. Почему мы недовольны? Друзья мои, желтит, очень сильно желтит. Говорят откровенно, ребенок плачет. Что делать, мы не знаем. Да, ну расстроена, Соня. По всей длине цвет получился очень классный, девчонки. Но, возможно, нужно просто перед этим окрашиванием, то есть этой краской, да, нужно как-то осветлять волосы. Цвет по длине красивый, я не спорю. Он холодный, он классный. Но, к сожалению, вот эти желтые корни – это абсолютное безобразие. Вот, что-то будем придумывать. Возможно, в помощь нам пойдет тот самый шампунь, который я покупала. Я говорю сейчас именно об Эльсеф фиолетовый шампунь. Ну да, очень дочка расстроилась, конечно. Но, друзья мои, в любом случае решать вам у нас получилась вот такая вот история. Я думаю, что для кого-то она будет интересной, поучительной и познавательной. Ну а я с вами буду прощаться. Я очень надеюсь, что вам с нами было очень интересно и полезно. Всем огромное спасибо за внимание и просмотр. И всем пока-пока!